уже более 10 лет чай это неотъемлемая часть моей жизни и я все еще продолжаю погружаться удивляться и знакомить людей с чаем через проект art of tea поэтому это видео прежде всего для новичков я поделюсь пятью личными ошибками в чае и полагаю что не смогу вас от них оградить но предупредить это в моих силах не наступайте на мои грабли поехали ошибка номер один когда я думал что всегда могу купить любимый сорт чая в любой момент в наличии в магазине будет любимый сорт пуэра 2012 года вкуснейший тот самый осенний тигуанин или мои обожаемые золотые иглы но это не так чай меняется от года к году от сезона к сезону теплая или холодная зима температура влажность количество снега даже настроение фермера при обжарке влияет на вкус чая влияет вообще все и даже закупая один и чай у одного и того же фермера год от году можно перефразировать в пословицу что один и тот же чай нельзя купить дважды вывод всегда берите любимый чай про запас ошибка номер два когда я поспешил купить чайник вместо гайвани в начале чайного пути хочется попробовать все и сразу пуэры улуны тайваньские ароматизированные не ароматизированные иван-чай каркаде кудин как-то я заваривал даже мох и сейчас я очень сильно сочувствую моему первому эсинскому чайнику бедняга сколько ему вообще всего пришлось пережить его наверное до сих пор флешбеки от молочного луна он как губка впитывал в себя все все ароматы молочность банановость вообще все друзья гайвань универсальна чайник нет вывод выбирайте гайвань для разных вкусов и погружения в мир чая а эсинский чайник для того самого вашего любимого со ошибка номер три когда я не записывал впечатление от чая да 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 все об этом думают но мало кто делает аромат сухого листа вкус послевкусие определенные дескрипторы это все позволяет гораздо глубже погрузиться в чай и насладиться процессом чаепития а еще можно почитать этимологию названия конкретного сорта место произрастания или какие-то отличительные особенности уверяю вас чаепитие станет гораздо увлекательнее ну а приятным бонусом будет то что всеми этими знаниями можно будет блеснуть в компании приглашенных на церемонию друзей вывод покупая чай погружайтесь его историю и фиксируйте свои впечатления расширяйте вкусовую осознанность ошибка номер четыре пожалуй самая эпичная моя ошибка когда я долго мучился без чеба полотенчик оциновка языке и глубокая тарелка чашка огромное количество салфеток микрофибра все это чтобы не было ни единой капельки да потом это может стать отдельным видом чайной церемонии но если вы новичок купите чабань и все можно лить переливать через край брызгать поливать фигурки делать вообще все что угодно чайная церемония выйдет просто на новый уровень вывод организуйте свое уникальное пространство для чаепития и обзаведитесь чабан ошибка номер пять когда я неправильно хранил чай он лежал у меня просто жестяной банке или во вскрытом негерметичном пакете который я чуть-чуть завернул или даже закрыл крепкой и окей положил куда-то в шкафчик на полку на кухню рядом со специями до нюансов и особенностей хранения того же пуэра достаточно много там влажности микроклимат но для новичков вывод 1 храните чай в герметичном сосуде и в темном месте и подальше от специй и благоволу свои пять ошибок я озвучил поделитесь и вы своими в комментариях и помните не ошибается тот кто пьет чай в пакетиках пока